Городские встречи Золотою пала с неба звезда, что не загадала, нет, ну как всегда, ты меня, конечно, не извинишь, а может все сначала, ну что ты молчишь? Золотою пала с неба звезда, что не загадала, нет, ну как всегда, ты меня, конечно, не извинишь, ну что ты молчишь? Я становлюсь вообще фенемисткой. Просто мужа-ненавистница. Мужа-ненавистница. Меня не просто раздражает. Девочки, так темно. Девочки, так темно. Даже вставать не хочется. Тетька спит. Не хочу его будет, потому что он соскал. Все, мне девочки на госуслуги. Пришло письмо, ковидное письмо. Все, 02-го. Была выполнена вакцинация. Короче говоря, вот приходит, значит, будем, девочки, смотреть, что дальше. Так, девочки, ну все, я иду дальше и все, сейчас буду заполнять. Там прямо первый день, второй, третий, четвертый, седьмой день. В общем, до 28-го дня все надо заполнять. Так, девочки, на улице дождь. Все, штормовое предупреждение передали на Кубани. Ливни опять. Кондеры я выключаю, потому что хватит уже гонять их целыми днями. Так, что я делаю? Что-то захотела перекусить, девочки. Просто пожарила гречки без ничего. Вот. И потом достала. Думаю, у меня же есть пельмешки. Их надо доесть. Там осталось немножко. Вот в мясном, девочки, гастрономии, где мы мясо покупаем с Михалычем. У Михалыча мясо уже закончилось. Закончилось мясо. Я говорю, давай сегодня поедем. Нет, завтра, потому что я уже, вот видите, девочки, ну как с ним жить? Вот как? Все время, все время не может. Я думаю, дай-ка я сварю, наверное, пельмени. Вот эти надо и сварить, дай есть. И заварю чайку, девочки, себе. И что вы думаете? Я начала мыть. Девочки, я же опять лоханулась. Я опять лошара, девочки. И опять лошатры. Короче говоря, я ж руку-то туда не засовывала, да, девочки. Она маленькая чашечка. А за счет того, что она двойная, кажется, что она вот такая большая. Легкая-легкая, девочки. Чайник легкий-легкий. Невесомый чайник. Невесомый. Написано на стекло. Что за стекло такое, я не знаю. Что за такое стекло? Все заварю. Заварю сейчас себе чайку. Вот. И все. И чашка-то совсем малюсика, девочки. Опять. Ну не знаю, как будет из нее приятно-неприятно пить. Видите, маленькая. Маленькая. Так у меня и этот сервиз шикарный. Я тоже, получается, что наливаю в большую кружку, потом в маленькую. Видите, маленькая. Она для меня маленькая. Мне приходится их выпивать 2-3 штуки. О, я-то думала, что она большая такая. Слушайте, мне думаю, хорошо бы было. Как раз ты обалденный. Обалденный наборчик. В общем, заварю сейчас я. Заварю себе что-нибудь. Травки какой-нибудь заварю. Какой-нибудь травки, девочки, заварю. Это что у меня? Нефростен. Нефростен. Это диабетон, диабифид. Нефростен. Вот это мне нравится. Вот эта фирма нравится. Валар мне нравится. А вот это, девочки, что-то в аптеке купила, но мне не нравится. Коробка такая страшная. Прям не хочется жить даже. Вот. Заварю вот такой чай. В чайничек. Прямо. Чтобы, знаете, попить нормально. Там. Не один раз, да? А чтобы сесть, там раза два налить в кружку. Я люблю вот так вот. Пельмени ручной сборки. Да, девочки? Хотела сказать, что пельмени ручной сборки. Так что, обман зрения. Ну, до такой степени легкие. Да, красивые какие. Все. Кошки спят, собаки спят. Прямо спят. С ума сойти можно. Как спят. Не встают. Ой, Мелисы так хорошо пахнет. Как в ресторане. У меня воды-то здесь нету, смотрите. Шикарно. Мелисы пахнет. Обман, да, девочки? Обман зрения. Купи, говорит, мне смэк. Поставлю сейчас, девочки, вас. Купи, говорит, мне смэк. Я говорю, слушай, чайник 119. Почти 20 тысяч. Не жирно тебе будет. Там кто-то написал. Юля, слушай, обидится. Они вам подарили. Ну, а что? У меня Михалыч не семья, что ли? У меня и Лёва там еще во-первых. Лёва, сын. Не только Михалыч. Мне не жалко для своих любимых. Мне ничего не жалко. Для своих дорогих любимых. Во-вторых, это подарок. Вот, а подарок, это. На свое усмотрение тратится подарок. Смэк мне нравится очень. Надо тоже его прокипятить немножко. Лимонки купить надо. Сейчас посмотрю, у меня будет лимонка есть. Надо чайник прокипятить. Хоть и фильтрованная вода в чайнике, а все равно нафиг остается. И кувшинчик вот из этого кувшинчика. Я из пятилитрового. Молодец, Михалыч. Хоть купил мне пятилитровый и начал покупать мне вот такие вот эти. А то, что же я воду из-под крана пью, вот эту фильтрованную воду я пью. А фильтр, может быть, знаете, уже, может быть, он ненормальный или еще чего-нибудь там. А я теперь переливаю в графинчик. Там девочки молодцы, написали, купите в икее подставки под графин из соломки. Вот. Это тоже, кстати, икеистка. Надо что-то придумать сюда, посмотреть не надо. Вот и чаек заварила, вот какой-то красиво смотрится прям. Красиво. Пусть стоит. И все, девочки, ничего, никуда не пошла. Куда время уже 4 часа. А уже через 2 часа идти стыдечкой гулять. Вот так день проходит, ей все рука. Что воля, что неволя. Ну и хорошо, что пошел дождь, воскресенье, и люди все отдохнут. Люди отдохнут, кто на море, знаете, хоть немножко собьет вот это вот, потому что, ну, 45-50 точно на солнце было, если не 60. Это просто жара была, неимоверная жара. И позавчера прямо вечером ветер был такой, знаете, горячий, прямо горячий. Мы стыдей вышли, он домой побежал. Мы вышли, зашли в парк, и он быстро-быстро и побежал прямо домой вокруг дома. Вообще, он стал прямо контролировать себя конкретно, конкретно. Пельмешки, девочки, пельмешек поем. Ох, я люблю свои пельмени. Пельмени, свинина, говядина, курочка. Тесто сама завела бы. Ну, неохота ничего делать, стряпать неохота. И знаете, девочки, и навык пропадает. Стала замечать, что пропадает навык. Лепки. Раньше это было у меня, господи, тут же прокручу, тут же тесто заведу, пока кручу. Тесто готово, тут же налеплю и прямо... А сейчас уже, девочки, нет, уже руки не так стали лепить. Знаете, вот вы все время говорите, чего вы наговариваете себя, на себя наговариваете. Девчонки, ну вот сами потом будете замечать, когда, особенно после 50, будете замечать, как уже и ходите не так, и думаете не так, и руки работают не так, и ноги работают не так, и мозги работают не так. В общем, мы же все время, мы же думаем все время, что знаете, вечно, вечно будем жить, вечно. Девочки, так хочется жить вечно. Так хочется прямо, знаете, вот, ну, знать, что это будет вечно. Прямо вот вечно хочется с людьми, с любимыми, с родными, хочется жить вечно. Да вообще сейчас жизнь такая, знаете, интересная. Каждый год что-нибудь доменяется у нас, поэтому хочется жить вечно. Я иногда, у меня такие мысли возникают, да, это, думаю, вот мама сейчас лежит, мамы нету, а мама бы вот знала, ну, что-то в этот раз вспомнила, там, мамы бы знала, она бы очень удивилась, например. Ну, кого-то вспоминала я, девочки, а, Валентину, Валентину Легкоступову вспомнила, что у нее муж-то, однодневка-то, все, у детей там, отполовинил все, вот. А мама очень любила Валентину Легкоступову, и я что-то вспомнила, думаю, вот, мам, а вот ее нету уже, Валентина Легкоступовая уже нету, молодой, красивой уже нету, уже ягодки, малинки нету. Вот так, девочки, только о воспоминаниях и живем. Так, девочки, чай заварился, слушайте, налила в крошку, девчонки, а как удобно пить из нее. Вот, вот этот ободок, девочки, мягкий, мягкий, обалденный такой ободок, она легкая, видите, вот сколько там чая, а сама-то здоровенная кружка, обалденная. Девочки, очень хороший сервиз. Интересный, да, девочки, интересный. На блюдце. Травки горяченькой. Гречка съедена, пельмени варятся. Надо еда есть. Чем буду заниматься, не знаю. Веду переговоры с умными людьми. У меня есть умные люди, умные очень, умные люди, у которых свое видение на жизнь, на мир, на всю ситуацию в стране, в семье и вообще. Прямо общаюсь с удовольствием. Так что вот такие дела. Девочки, какой аромат от пельменей идет. Слушайте, вот вы все время говорите мне, что покупаю полуфабрикаты. Девчонки, так здесь на Кубани, здесь же, господи, мясо-то знаете какое, отборное мясо. Все вручную лепят. И пахнет, очень вкусно пахнет, знаете, и тестом, и пельмешками, прям мясом пахнет. Обалденные пельмешки. Ой, вкуснятина. Вкуснятина, все готово уже. Я специально вот эту большую беру тарелочку, чтобы потом, знаете, можно было закрыть большую крышку стеклянной. Сейчас маслечко положу. Что-то многое варила, наверное, придется мальчишкам отнести. Сейчас позвоню Леве, может, будет. Так, вот это вот, тогда мальчишки на себе положу. Михалыч, наверное, не откажется. Или скажет, ой, я только что поел, или я только что закусываю. Сбегал в таблиц, девочки, купил три соски пива с утра. Я пришла, когда одну уже допивал, а вторая, две стояла. Я же полезла в раковину. Под раковину, посмотрите, там стоит. Я говорю, ну, как ты опять к вечеру нахрюкаешься? Ты опять к вечеру, все, ты сейчас их выпьешь, и все, и будешь бегать, споркать опять. В общем, как лиц. Девочки, я не люблю масленку класть маслом. Кто любит масленку масло класть, девочки? Я не люблю. Не знаю, почему. У меня все время вот в этой бумажке остается масло, которое продают. Как только положу масленку, оно какое-то становится не очень вкусно. Хотя масленки до такой степени красивые, да, сейчас, девчонки? Обалденные масленки от сервизов, да и просто масленочки. Так, ну что? Отнесем, да, мальчиком? Отнесем, потому что мне это много. Отнесем. Или сказать, пусть заберет. Нет, сейчас я говорю, позвони. Пусть заберет. Михалыч придет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. У-у-у Дожди нальёшь, блядь А какие пельмешки Сбирать? Готовую уже, что ли? Варёные? Сделаю уху А я не хочу есть На, унесёшь, потому что я много сварила Закроешь крышкой и всё А это что делать, товарищ? Папа сидит и ухёт Вот радости полные штаны у мужика Ох... Ох... Субтитры подогнал «Симон»